Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя наша недельная голова Корах. Корах был родственником Муше, его двоюродным братом. Во иках Корах. И взял Корах. Написано, что он взял, и дальше перечисляет его родословие, и не говорится, что он взял. Наши мудрецы говорят, что Корах взял плохой совет жены. Когда он вернулся, когда всех ливи им посвятили на храмную службу, всех обрили, и жена посмотрела на него и посмеялся над ним, сказал, что что с тобой сделали Муше и Арон. Корах, мы знаем, был самым богатым человеком среди еврейского народа, которые вышли из Египта. Он в свое время нашел клад Иосифа, который он спрятал в Египте. Теперь она сказала, что вот Муше специально издевается над тобой, и ты не должен это терпеть. И он, посоветую жены, начал восстание против Мушарабену. Мы знаем некоторых людей, которые погубили их жену. Также нам известно про Амана, которого жена спровоцировала, и он сделал большое дерево, поставил большое дерево, чтобы повесить на него Мардахай. В итоге повесили на это дерево самого же Амана. И здесь тоже жена Кораха начинает провоцировать его, что вот Муше издевается над ним. И что сделал Корах? Корах взял с собой единомышленников, Датан, Авирам, Он и 250 человек. Это были в основном из колена Рувена, и они начали восстание против Муше. Корах был очень влиятельным человеком, был богатый, умный, мудрый, и он был в каком-то мере пророком. Потому что все евреи, когда получили Тору, 10 заповедей, все были пророками, и пророчество в каком-то мере на всех людях было. И Корах тоже самое, он по пророчеству знал, что от него произойдут великие люди. И он думал, что если от него произойдут великие люди, значит он должен занимать большой пост. То, что если не местному шраблю, но хотя бы место первосвященника, место Аарона. Потому что мы знаем, что изначально должны были храмовую службу вести не койны, а первенцы. Но когда сделали грех золотого тельца, от них это право ушло, перешло к Аарону и к его сыновьям. И Корах с этим не мог смириться, не мог согласиться. Корах был богат, откуда у него было богатство. Он работал у фараона казначием, и были все ключи от его хранилищ, где золото, серебро, драгоценности было у Кораха. Корах знал, где все хранится. Даже Корах нашел одну часть, которую в свое время Иосиф спрятал, богатство, золото. Одну часть из этих складов он нашел, он с собой вывез. Наши мудрецы говорят, что только ключи от его сейфа носили 300 верблюдов. Только ключи. Теперь мы можем себе представить, какое у него было богатство. Но это богатство на самом деле в Египте было предназначено для всех евреев. И в дальнейшем, чтобы они посредством этого служили Богу. Но Корах это захватил все себе, на что это похоже. Однажды пришел один вор в одну харчевню, где там в основном тусовались всякие алкаши. И они там выпивали много водки, вина, и последние свои гроши оставляли там и уходили. Однажды пришел один воришка, начал у этих пьяных людей воровать их деньги. И в это время хозяин этой харчевни поймал этого вора. Но вор говорит, я же вам никакого шерба не приношу, я ворую у этих людей. Я от вас ничего не ворую, я вам плохого ничего не сделаю. Давай спокойно оставьте меня, я буду заниматься своим делом. Но он говорит, ты что говоришь, какая разница, что у них крадешь, что у меня крадешь. В итоге все свои деньги эти люди оставляют здесь. Они выпивают здесь водку, вино. Если ты у них сейчас украдешь их деньги, у них же не будет нечем заплатить. В итоге получится, что ты крадешь у меня. Это неправда, что ты мне никакого вреда не принес. Да, принес ты мне вреда. Поэтому выгнал этого человека. То же самое корох. На самом деле, почему мудрецы говорят, что он воровал, он украл у фараона. Но если бы он не украл у фараона, эти деньги должны были пойти еврейскому народу. Но он это все прихватил для себя. Поэтому в каком-то мере вот это богатство было приобретено незаконным образом. И дальше идет у нас, что люди, которые собрались вокруг него, это были из колена Рувина. Как получилось, что колено Рувина присоединился к нему? Да, мы можем понять короха. Корох был из сыновей Леви. Аарон тоже из сыновей Леви, муж из колена Леви. И корох мог как-то сказать, что он тоже достоин того, чтобы быть священником. Претендовать на этот пост. Но как колено Рувина мог на этот пост какое-то свое право объявить? Они же не могли, они же не из колена Леви. Поэтому они не могли претендовать на пост Леви или Койна. Поэтому наши мудрецы говорят, что горе злодею и горе его соседу. Ну понятно, что горе злодею, он получит свое наказание рано или поздно. Но почему горе его соседу? Что сделал сосед? Может быть сосед его праведный человек? Но наши мудрецы говорят, что когда человек живет рядом со злодеем, к нему тоже приходит это злодейство. Человек от него учится. С кем поведешь, того наберешься. Поэтому наши мудрецы говорят, что если есть по соседству злодей или в кругу есть какой-то злодей, надо держаться от этого места подальше. Когда, не дай Бог, на злодея приходит наказание, может пострадать и праведный человек. Поэтому наши мудрецы здесь говорят горе злодея и горе его соседу. То, что мы видим, произошло с коленой Рувена. Они как бы пошли за Корохом. Корох их, можно сказать, что в каком-то мере обманул, потому что в итоге даже если Корох выиграл бы этот спор против Муши и Аарона, все равно колену Рувену ничего не досталось бы, потому что они не из колена Леви. И они перестали перед Муши, и было их 250 человек. Они были князьями еврейского народа. Все они были большие люди, все они были мудрецы высокого уровня, которые приносили жертвы на жертвенники. В другом месте, в Торе написано, что первые жертвы, когда открылся переносной храм, первые жертвы приносили именно вот эти князья. «Аншейшем», «Аншейшем», дословно если перевести, именитые люди были. Эти люди были известны, люди не только в еврейском среде и во всем мире. Такого уровня людей Корох за себя повел. Но как получился у него за собой вести? Он их убедил посредством рассказов. Он рассказывал им, что была женщина, вдова, у нее двое дочерей, у нее было поле, и вот это поле пахали на быке и осле. И пришел Муши, сказал, что нельзя пахать на быке и осле вместе. На самом деле в Торе вот эти законы. Тору он и сказал так, есть такое в Торе, что нельзя на осле и быке вместе пахать. Но он эти моменты использовал в другую сторону. Но эта женщина после этого все-таки посадила какие-то злаки, какие-то культуры и пришел опять Муши, сказал ей, что нельзя разные культуры смешивать вместе. На самом деле есть в Торе такой закон. И тогда она посадила только пшеницу. Когда пришло время косить пшеницу, пришел, говорит Аарон, сказал, что вот надо оставлять для бедных, надо оставлять какие-то вот части. Ну она собрала, когда закончила, опять пришел Аарон, сказал, что вот ты тебе должна дать части долю коина. И она решила вообще продать это поле, так как невыгодно в таких условиях обрабатывать поле. Продала поле, купила для себя овец. И когда она купила овец, они родили, пришел Аарон, сказал, что вот первенец твоего скота должно быть для коина. Так написано на самом деле в Торе. И она отдала первенцу Аарону, но после этого она решила стричь шерсть от этих баранов. Когда она опять стригла шерсть, опять пришел Аарон, заявил, что вот какую-то часть этой шерсти она должна отдать коину. На самом деле есть такие законы. И она решила, что невыгодно этот бизнес, лучше давай зарежу-ка этих баранов, покушаем в семье. Зарезали, когда зарезали, опять пришел Аарон, сказал, что вот лопатки, щеки и желудок ты должна отдать мне, потому что это принадлежит коину. И она видит, что Аарон не отстает. И что она сделала, сказала, что вообще я посвящаю этих баранов, это мясо для храма. Тогда пришел Аарон, сказал, что то, что посвящается храму, принадлежит коину. И забрал все, что было у этой бедной вдовы. Вот теперь скажите, пожалуйста, справедливо ли поступил Аарон ему 6 с этой вдовой? Все воскликнули, сказали, что нет, такое не должно быть, восстали и пошли с этим восстанием на муше, перестали перед муше. Но никто не задал вопрос, что где в пустыне нашелся поле? Какое поле может быть в пустыне? На самом деле ничего этого не было. Он просто рассказывал это от себя, и настолько он убедительно рассказывал, что даже люди не задали ему вопрос, откуда поле в пустыне, где можно в пустыне выращивать пшеницу. На самом деле такого ничего не было, и он взял какие-то законы Тору, исказил эти законы и начал их вывести из себя. И они в итоге поддались и перестали перед муше, начали спорить с муше. И Корах, конечно же, он немножко использовал какие-то свои черты характера. Он мог насмешничать над человека. И он начал с того, что пришел к муше и сказал, ладно, вот закон в Торе написано, что пусть у тебя будет на двери мизуза. Ну, зачем нужен мизуза, чтобы охранял дом человека? Но если, скажем, есть помещение, и в этом помещении есть свитки Торы, нуждается ли мизуза для такого помещения? Ведь сама мизуза – это какой-то маленький часть из этого свитка. Мушарабин ответил ему, что да. Несмотря на то, что это весь свиток Тору в этом помещении, и мизуза – какой-то его маленький часть, все равно на двери должно быть мизуза. И он начал высмеивать вот это утверждение муше. На самом деле Тори так. Он говорил это все по слову Бога. Ну, он начал смеяться над муше. Потом задал муше другой вопрос. Вот есть ли у человека талит? Ну, в предыдущей главе была у нас недельная глава. Она закончилась заповедью, что если у человека есть одежда, и у этой одежды есть четыре угла, он обязан туда завязать сысит. У него должно быть сысит. Теперь он сшил 250 голубых одежд, и там написано было, что среди этих сысит одна должна быть голубого света. И этот голубой свет добывали посредством моллюски, которые находили из моря, и красили его, туда завязывали. Теперь этот нить, у нас когда одежда, мы должны завязывать в четырех углах нити, одно из них должно быть голубым. И он сделал одежду, такие талиты, весь голубой. Весь синий свет, и пришел к Мушарабену, говорит, теперь к такой одежде должно быть привязано с синей, голубой нить или нет. Ну, Мушарабену сказал, что да, должно завязаться. Опять он начал смеяться над Мушарабену. Зачем же нужен, если вся одежда синяя, зачем же ему нужен голубая нитка? Таким образом, он начал смеяться над Мушарабену, и Мушарабену, все люди восстали на него, в Айкагалу аль-Муши, в Ала-Арон, и восстали против Муши и против Аарона. И сказали, вся община, она святая. Почему вы возвеличились, возвысились над общиной? Но на самом деле, все они были на уровне пророков. Зачем Муши, он назначил святопредводителем, или своего брата, он назначил священником? Мы все хотим работать в храме, мы все хотим стать первосвященниками. Мы знаем, до этого мы говорили, что первосвященники сперва должны были быть первенцы, но когда сделали грех золотого телеса, от них ушло, Бог взял от них вот этот момент и отдал Аарону, сыновьям Аарона, чтобы они служили в храме, чтобы они были первосвященниками. Теперь он хотел восстановить это, чтобы все первенцы могли служить в храме как коины. Но Мушарабин не делал это по своей воле. Мушарабин все делал по слову Бога. Все эти назначения он делал по воле Бога. Бог говорил ему, и он делал от себя, он ничего не делал. Теперь что пришло, говорит Кора, мы хотим каждый делал как мы хотим, по-своему хотим мы все сделать. Все одинаковые, все общины, они одинаковые. Но Миташ нам говорит, что в мире нет такого, чтобы все были одинаковые. Есть день, есть ночь. Они не могут поменять друг друга. Есть солнце, есть луна, есть звезды. У каждого свое место. Каждый человек создается в каком-то определенном семье, с какими-то навыками. У каждого свое место. Можно это объяснить примером. Один человек пришел в магазин поздно ночью, и хозяин магазина ему открыл и включил для него свет. И это был магазин одежд. Этот человек смотрит на одежды, разные одежды, и хозяин магазина ему говорит, посмотрите и скажите мне, пожалуйста, вам дорогую одежду или недорогую? На что ответил тот покупатель, что какая разница, все одна сына, все одинаковые, какая разница, там дорогая, дешевая, я возьму все, что хочу и все по одной цене заплачу вам. И немножко разозлился хозяин магазина, что этот нечестивец думает, как такое может быть. Он начал настаивать, что вот у него в магазине все одинаковое, и он возьмет все, что хочет, и по одной цене отдаст. И тогда этот человек взял и выключил свет. Теперь в темноте покупатель говорит, вы что сделали? Как же я теперь выберу? Почему вы выключили свет? Но он говорит ему, какая разница тебе? Все же у меня одинаковая, все же по одной цене. Выбери, что хочешь, отдай, все равно все одинаковое. Вот тоже здесь пришел, кора говорит, вся община святая. Почему вы возвеличились? Мы тоже хотим стать предводителем, мы тоже хотим стать священниками. Можно сказать, что вот идея коммунизма, первая идея коммунизма, вот вышла отсюда. Корах начал говорить о равноправии, что все как бы равноправны. Но на самом деле это не так. Бог дал, может, обиду перед водительством, Аарон дал священное служение, и Корах и его братьям, Ливии он дал тоже службу в храме, чтобы они служили для коинов. Если Бог определил так, так и должно быть. Не может быть в мире никакого равноправия. Если кто-то думает, что кто-то талантливый, кто-то умный, или кто-то богатый, он тоже обязательно должен быть таким, такого нету в мире. Не может быть в мире равноправия. Поэтому каждый человек должен посмотреть, на что он способен, что у него есть, и от этого отходить. И не надо смотреть на других, думая, что вот мир несправедливый, у кого-то что-то получается, у кого-то что-то не получается. Каждый должен сделать. Если человек портной, он хорошо шьет, он должен шить. Если человек хорошо поет, он должен петь. Если человек хорошо бизнесом занимается, значит его дело бизнес. Значит, Бог дал ему такие таланты. Вот здесь Корах этого не понимал, он хотел равноправия, он хотел коммунизма, чтобы все жили одинаково, все одевались одинаково, чтобы все кушали одинаково. Такое в мире не может быть. Поэтому каждый из нас должен жить, как у него получается. Конечно же, по законам Торо общие законы все должны соблюдать, а остальные вещи, как у него получается, так он должен делать. И он не должен быть заложником того, что именно вот так надо сделать. Нет. Вот это наша недельная голова, это выводы, которым можно сделать небольшие выводы из нашей недельной головы. Субтитры создавал DimaTorzok